Всех приветствую! Меня зовут Борис Лобода. В этом видео я хочу вам рассказать о своем циклоне. Циклон это устройство, которое работает вместе с пылесосом и предназначено для сбора мусора в отдельную емкость. То есть, если мы имеем дело с большими объемами различного мусора, который, скажем так, нежелательно, чтобы попадал в пылесос, мы можем использовать некое устройство, которое отделяет этот мусор, собирает в отдельную емкость, и у нас пылесос остается практически чистым. Циклон работает по центробежному принципу. То есть, по принципу применения центробежной силы. Все мы знаем из нашего опыта, что предметы с вращающегося диска падают. Если мы крутанем, центробежная сила предмет относит, и он слетает у нас с диска. Также из опыта работы с заточными кругами, с болгаркой, мы знаем, что искры отлетают по касательной плоскости вращения, то есть, к плоскости круга. Этот же самый принцип используется и в циклоне. Воздух у нас закручивается внутри цилиндрической или конической емкости замкнутой. Тяжелые частицы перемещаются к периферии, отделяясь от массы. И чистый воздух у нас уходит в пылесос. В реальности, конечно, часть мусора в пылесос все равно попадает, но это очень незначительная часть по сравнению с тем объемом, который у нас собирается в емкости. То есть, это несколько процентов или вообще доли процентов, даже в простейших конструкциях, не говоря о специальных промышленных установках. В домашних условиях изготовить это и использовать очень просто. В моем случае циклон представляет собой обычный пластмассовый бак, объемом 60 литров, который служит для сбора мусора. В данном случае у меня в мастерской это в основном опилки. Сбоку в нем установлена труба, по которой входит воздух. Она у нас закреплена по касательной. Воздух при этом закручивается внутри цилиндрической емкости. Отбор воздуха идет из верхней крышки. То есть, вот здесь я просто вставляю вход от пылесоса. У меня применяется самая простейшая конструкция. Внутри бака у нас никаких перегородок или направляющих там нет. Здесь используется труба от канализации диаметром 50 миллиметров. Она просто обрезана по касательной под углом 45 градусов. Где-то, может чуть больше. Крепилась на термоклей. Некоторые используют строительную пену или какие-то другие клеи. Некоторые делают из фанеры некий патрубок, в который труба вставляется, закрепляется для большей прочности. Ну, я, в принципе, попробовал таким вот способом. Труба держится хорошо. Кроме того, из-за того, что бак черный, в нем не видно ничего, так сказать, что там накапливается. Я сделал вот такое окошко также. Оно у нас вырезано из пластиковой бутылки и тоже закреплено на термоклей. То есть, здесь я, так сказать, могу видеть, когда там, когда бак у меня забивается опилками, вовремя его освобождать. Потому что, как вы понимаете, иначе все опилки у нас устремятся в пылесос, когда бак переполнится. Важным условием работы циклона является, конечно же, герметичность. Пылесос я использую обычный, советский, очень старый. Он у нас 1974 года выпуска, 600 ватт. В принципе, купил совсем недавно и совсем по смешной цене, в районе 100 гривен. Для мастерской он вполне подходящий. Ну, в принципе, можно мощнее использовать. Ну, в общем-то, даже этот исправно исполняет свои функции. Ну, а теперь перейдем к практической части и попробуем посмотреть, на что он способен. Продолжение следует... И вот, бак уже заполняется. Хотя я рассчитывал, честно сказать, на 2-3 ведра всего. Ну, осталось еще совсем немножко. Бак заполнен до окошка. Я думаю, уже хватит. Не думал, конечно, что столько всего будет. Но, так получилось. Будем считать это легкой уборкой. Конечно, полную, не знаю. Когда нужно будет делать? Столько хлама ненужного и нужного. Может, стоит что-то попалить. Куда-то надо его девать, я не знаю. Кроме бака с опилками, есть еще вот тачка с более крупногабаритным таким мусором с обрезками. Пришла пора собирать камни и подводить итоги. В результате у нас опилок получилось около 50 литров. Примерно мешок. Или 5 ведер. Заглянем в пылесос теперь. Заглянем в пылесос теперь. Ну, тут, конечно, есть. Мелкая пыль. Где-то, может, до стакана. Надо учитывать, что мы все-таки 50 литров опилок отловили. И это очень простое устройство, которое за час делается без всяких ухищрений, без всякой науки. А просто бак, в которую заходит труба под углом. На этом насчет циклона я думаю все. Ну, а на десерт я решил все-таки кое-что испалить. Начнем мы с мусора, ненужных обрезков. Не забывайте, что поление является важной составной частью технологического процесса деревообработки. И одним мусором у нас это дело не ограничится. Ну, по крайней мере, мусором в прямом смысле этого слова. У меня тут есть и некое количество как неких агрегатов, запчастей, безбашенных чем-то конструкций, которые, так сказать, либо отслужили свое, либо были результатами экспериментов, нечто показали. То есть, что-то оправдали, чем-то разочаровали, отслужили свое, и, в принципе, уже время их пришло, скажем так. Это вот у нас ципорезное приспособление для циркулярки. Каретка. Тут есть шпилька для подачи. Двигающаяся такая каретка. Резьба здесь в дереве сделана. То есть, тут на определенное количество поворотов шпильки за ручку производится смещение. Можно резать шипы. Ну, вот, так сказать, исполнение такое, что от этого устройства добиться какого-то предсказуемого, повторяемого результата практически невозможно. Свою миссию оно исполнило, дальше, так сказать, мы его спалим. Хотя, спильку я, пожалуй, оставлю. Угу. 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 Чёрные шурупы у меня тоже ещё пригодятся. Это у нас задняя бабка от токарного станка для дерева. Вот, прообраза, скажем так, я её просто крепил струбциной при вот этой дрели. Ну, вот, она лежала где-то в сыром месте, заплесневела уже, и, конечно, больших перспектив у неё уже нету. Её только полить надо. Она, конечно, не виновата, но она уже своё отслужила. Подшипник я, конечно, оставлю. Правильно это, неправильно, другой вопрос. Подшипник, по крайней мере, ещё сгодится. Это у нас кривошипно-шатунный механизм с приводом от дрели. Здесь удалось вращение у нас, двигался вот так. Это была, скажем так, попытка воплотить лобзик в большом масштабе, более крупном. С вот этой вот пилой подкручивается ручкой. Я вот это пробовал. Механизм был закреплён на неком основании на доске. Прикручивал струбцидами это всё на столе здесь. В принципе, он не развалился, но вибрация была сумасшедшая. То есть, какой-то практической пользы от такого применения, скажем так. Сложно добиться тут при большой массе. Лобзик как бы лёгкий. В принципе, работа это тут. Уровень вибрации такой, что нужно ставить какую-то станину фрезерного станка, типа чугунную. или что-то такое. Ну то есть, я в принципе понял, что на возвратно-поступательном движении, так сказать, строить какие-то системы пиления, это путь тупиковый. Ну и в результате, так сказать, пришёл кленточный аппилер, более мягко работающий. Ну то есть, цель была, как бы, большую толщину распила получить. Испытания показали, что такой путь ведёт в никуда. Хотя я и видел, в принципе, пример, скажем так, удачного воплощения данного подхода. То есть, ручная пила с приводом, то ли от дрели, то ли ещё от чего-то. Даже в ручном варианте, но всё равно уровень вибраций сумасшедший у этого дела. Оно, в принципе, разве что годится для дерева крупного, ну то есть, для тяжелых заготовок. А у нас тут очень часто, скажем так, и мелкое можно пилить. Оно, опять же, в принципе, и заготовку очень сильно дергает. То есть, оптимальный выход, в данном случае, для толстого пиления, это только ленточная пила. Это я хотел сделать некую систему вентиляции. У меня был лобзик, который, двигатель, в котором работал, но кривошипно-шатунный механизм полетел. То есть, я сделал выход от двигателя. Ну, и тут он без редукторов. У коллекторных двигателей большие обороты. Ну, я думаю, где-то это 15-20 тысяч, наверное, у него. То есть, я сделал вот такой воздушный винт. Крепил тут как-то это крепление для ручки. В общем, оно как-то так было. Здесь были трубы от пластиковой бутылки. И это воздух гоняло. Ну, скажем так, жесткость этой пластиковой бутылки была очень слабая. То есть, тут нужно делать в более жестком исполнении это все. Ну, так, в принципе, лобзик сам по себе тянет очень хорошо. Я его даже называю летающим лобзиком. Потому что он, так сказать, на этом воздушном винте воздух себя сам поднимает. То есть, свой вес он тянет. Поток очень хороший. То есть, как бы, перспектива у него есть. Мы его оставим. А вот это нужно как-то делать по-другому. Все это обвязка. Вот это тоже, как ни странно, часть некой инструментальной приставки. У меня есть вот такой вот брусок для фрезерования. У нас, допустим, успеется. В торце прорезать паз. А у фрезера просто направляющая слишком близко не подходит к фрезе. То есть, как бы, нужно ее закрепить дальше, как бы, от направляющей. И можно резать. Через вот этот кубик я делаю вот такие пазы. В узких заготовках. Оно мне, как бы, особо не мешало. Тем более, такой большой у меня, в принципе, и циркулярка не брала. Ну, оно, как бы, было, ну и ладно. Ну, потом, когда ленточная пила у меня появилась, я все-таки его решил обрезать. Оно, как бы, эстетику портит. Если вдруг придется что-то показывать для фрезера, как бы, ну, не очень это изысканно все-таки как-то получится. Поэтому вот эту штуку мы отправляем на поление. Еще у меня есть вот такой вот углорез для циркулярки. Ну, конечно, очень неудобный. Для тонких заготовок он еще более алюминий. Вот тут у меня выдвигается пила. Но когда речь идет о том, чтобы резать что-то высокое, ну, вот, типа, таким образом, то тут нет никакого упора. Это очень опасно, скажем так. Пила может опрокинуть это все. И недавно надо было именно так обрезать. Я все-таки решил ручной пилой это делать. Ну, то есть, тут нужно упор какой-то делать. Именно вертикальные. Поворотное устройство сделать, что будет лучше с транспортиром. Ну, от нее уже толку нет. Мелкие гвозди я, конечно, вынимать тут не буду. У меня там что-то есть еще. Так. Это у нас предыдущая версия. Направляющая для циркулярки. Тут же и трещина. Доску уже винтом повело. Сейчас вот такая у меня тут на эксцентрике. Та была на болтах, барашках. Легко снимается, то есть, быстро. Удобно переставлять. Это мы отправим в утиль. ТОКЦЕЛА Думаю, тема циклона с мягким перетеканием в уборку с финальным таким палением, я думаю, можно считать на сегодня завершенной Благодарю за внимание Высказывайте свое мнение, оно очень важно Не забывайте об этом Удачи, творческих успехов всем